В эфире итоговая информационная программа в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот чем запомнилась эта неделя. В Рязани грядет реформа общественного транспорта. Заплатить за нее придется горожанам. Оплата за проезд подорожает с 1 декабря. Почему газ приводит к трагедиям? В Рязани погибла молодая семья. На пути к хорошей экологии. В Рязани появились эко-баки для сбора пластика. Сразу три штуки. Город простился с легендой ВДВ. Не стало Альберто Слюсаря. На прошлой неделе предложили обсудить. На этой уже утвердили. В Рязани повышают тарифы на проезд в общественном транспорте. Соответствующее постановление администрация города утвердила 13 ноября. Уже с 1 декабря оплата составит 23 рубля. В мэрии считают требование повысить оплату проезда на 4 рубля вполне обоснованным. В частности, это связано с тем, что растет стоимость топлива, запчастей и тарифов по ОСАГО. Одновременно с ростом цены разового проезда в городе увеличат и цены на проездные. В 2017 году мы подошли к ситуации, когда маршрутная сеть в течение 10 лет не пересматривалась. Хроническое недофинансирование муниципальных предприятий привело к тому, что они имеют большие долги перед своими контрагентами. Это общеизвестно. Все это привело в конечном счете к тому, что тот парк, который у нас в управлении троллейбусом в автоколонии 13-10, и затраты на содержание этого парка не покрываются за счет того тарифа, который существует сейчас. Также власти города сообщили, что в Рязани может появиться концепция развития городского пассажирского транспорта. В нее, в частности, могут войти положения об уменьшении количества маршрутных такси на улицах города и выделении отдельных полос для движения общественного транспорта. На сегодняшний день в городе Рязани на маршрутах муниципального транспорта работает 110 троллейбусов и 66 автобусов. После осмотра подвижного состава начальник управления транспорта Сергей Кулик отметил, что 50% парка уже морально устарело и требует обновления. Для того, чтобы исправить ту ситуацию с общественным транспортом, который сложился в городе, власти Рязани разрабатывают концепцию развития пассажирского транспорта, которую планируют внедрить с 2018 года на пятилетний срок. Основное ее направление – это развитие городской маршрутной сети, подсчет пассажиропотока, определение географии передвижения пассажиров по маршрутам. Все вы знаете, что у нас микрорайоны расстраиваются, то есть должна быть транспортная доступность определена в полном объеме для того, чтобы те или иные люди, пассажиры могли добраться из точки А в точку Б за малый период времени. Также планируется создание выделенных полос для общественного транспорта, благоустройство остановочных пунктов и обновление парка муниципальных транспортных предприятий. Начало этому уже положено. Так, из Москвы в наш город поступит 10 троллейбусов и 20 автобусов, которые соответствуют всем требованиям перевозки пассажиров, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья. В администрации подчеркнули, что проект поможет увеличить транспортный поток. Предполагается, что с развитием системы горожане будут чаще и с большим комфортом совершать поездки на общественном транспорте, предпочитая его личному. В Рязани во вторник простились с героем России Альбертом Слюсарем. Легендарный генерал ВДВ умер накануне 99-летия десантного училища. Гражданская панихида состоялась в здании музея ВДВ. Похоронили Альберта Слюсаря на Скорбящинском кладбище. А дать дань памяти герою пришли его родные, друзья, сослуживцы и просто незнакомые люди. И все как один повторяли – ушел человек, ставший легендой еще при жизни. Настоящий герой своего времени. Редко бывает, когда человек при жизни становится легендой. Вот Альберта Дакимович был легендой. У него на груди была звезда Героя Советского Союза. Но он был героем во всем. Вот во всем. В семейных отношениях, в дружбе, в работе, в застолье. Он всегда был героем. Он всегда был лидером. Он всегда был пелом. И, конечно, для нас, для всех это такая эпохальная потеря. Во-первых, надо думать о родине, о задаче, о судьбе своих подчиненных. Что всегда надо стремиться выполнять задачи выше, чем качественно. Вот такие добрые слова. И, знаете, он прививал именно через это любовь к родине, профессии к ВДВ. Он всегда говорил, что надо гордиться тем, что вы принадлежите к такой славной городе ВДВ. После гражданской панихиды траурная процессия отправилась на Скорбячинское кладбище. По пути шествия колонок к месту захоронения движение транспорта в городе было приостановлено. Это был действительно боевой, очень строгий командир, но в то же время настоящий батя. Потому что всех, кому он дал служебную жизнь, всех, кому он помогал, все помнят о нем. И сегодняшнее прощание говорит о многом. Похоронили Альберта Слюсера со всеми почестями. Спустя несколько минут после того, как на могилу упала последняя горсть земли, люди буквально засыпали ее цветами. В России все чаще газ становится причиной гибели людей. Еще недавние трагедии в Ижевске и в Сочи. Там в жилых домах произошли взрывы. Та же трагедия случилась и в Рязани всего год назад. А на этой неделе угарным газом отравилась семейная пара. Погибли от газа. Такова основная версия смерти супругов, проживавших в доме номер 22 на улице Фирсова. Трагедия произошла вечером 9 ноября. Без признаков жизни были обнаружены тела 35-летнего мужчины и его 32-летней супруги. По результатам проведенного судебно-медицинского исследования установлено, что смерть супружеской пары наступила в результате острого отравления угарным газом. На место прибыла бригада аварийной службы газа. Они обнаружили, что водонагревательную колонку и газовую плиту хозяева квартиры перенесли в другое место. По их данным, оборудование подключали самостоятельно. При проведении пробного включения проточного водонагревателя было установлено, что дымовой канал работает прерывисто, что привело к неполному удалению продуктов сгорания газа. Содержание даже 0,1% в воздухе вашей конкретной кухни начинает тошнить, кружится головарь, в глазах не имеет конечностей. Если концентрация угарного газа достигает 1%, это уже летальный исход. В данный момент Следственный комитет Рязанской области выясняет все обстоятельства произошедшего. Ищут и допрашивают свидетелей, проводят экспертизу газового оборудования, которым пользовались погибшие. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 109 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. В 2017 году это первый для нашего региона случай нарушения правил пользования газом в быту, который обернулась трагедией. В связи с этим сотрудники Рязань Горгаза напоминают основные правила безопасности. Для нормальной работы проточного водонагревателя необходимо обеспечение притока свежего воздуха и надежное отведение продуктов сгорания через дымоход. Запрещается застраивать, закрывать вентиляционные каналы. Перед включением газового прибора необходимо убедиться в наличии тяги. Если она отсутствует, прибором пользоваться категорически запрещено. Три раза в год проводите проверку дымоходов и вентиляционных каналов. А для замены газового оборудования приглашайте исключительно специалистов. Галина Ершова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Водитель иномарки сбил детей и скрылся. История, которая на этой неделе шокировала общественность. Автомобиль Рено при движении задним ходом совершил наезд на 4-летнюю девочку, находившегося в детской коляске младенца во дворе дома на улице Октябрьский городок. Дети были в сопровождении матери. С места аварии водитель скрылся. Оба ребенка получили травмы, но госпитализация не потребовалась. После совершения наезда водитель оставил место дорожно-транспортного происшествия. Не затягивать с оплаты налога на имущество. Рязанцев призывают специалисты налоговых служб. Срок уплаты до 1 декабря. Представители налоговой также напомнили, что если сумма налоговых задолженностей превышает 30 тысяч рублей, то должника не выпустят за границу. Если же налоговое уведомление до сих пор не пришло, то стоит самостоятельно зайти в личный кабинет налогоплательщика на сайте налоговой службы. По состоянию на 1 ноября 2017 года физическими лицами уплачены имущественные налоги в размере 409 миллионов рублей, что на 27 миллионов рублей или на 6,2% меньше поступлений аналогичного перевода 2016 года. Журналисты города продолжают борьбу с нелегальной деятельностью скотобойни и нарушениями в сфере захоронения отходов в Рыбновском районе. На этот раз Анна Герцовская выезжала на место с представителями специальных ведомств. Первый выезд съемочной группы телекомпании «Город» в село Ходынино состоялся 9 ноября и показал, что на территории, прилегающей к мясокомбинату, расположена свалка бытовых и биологических отходов. Кроме того, была обнаружена канава, по которой ранее стекала жидкость неизвестного происхождения в прилегающий водоем. После выхода сюжета в эфир на наше обращение отреагировали представители Россельхознадзора и выехали с проверкой на место происшествия 15 ноября. В этот день первым делом создалось ощущение, что представители мясокомбината убрали мусор после выхода первого сюжета в эфир. Однако сразу же стало понятно, что свалку всего лишь переместили в находящийся рядом овраг. Сейчас здесь будет составлен протокол осмотра, так как имеются следы здесь механической уборки ранее находившейся здесь свалки. Кроме того, здесь еще были обнаружены следы остатки биологических отходов. Это кости животных, крупного урагатного скота. В соответствии с законами, такие биологические отходы должны утилизироваться в специальном порядке, с привлечением ветеринарных лабораторий. Сейчас будет составлен протокол осмотр, отобраны пробы и по результатам будет приниматься решение. Представители Россельхознадзора отметили, что эта земля имеет сельскохозяйственное назначение и здесь есть следы административного правонарушения. В частности, уничтожение биологических и бытовых отходов путем захоронения в землю, а также с помощью сожжения. Для того, чтобы это зафиксировать, были привлечены понятые, жители села Ходынино. Впечатление, что территория Олешника загажена. Все было зеленое, а сейчас один мусор. Видно, что и кости отходы были. Ну, культурно засыпано все. Не до конца, конечно, убрано. Но я считаю, это не уборка, правильно? Все осталось внутри. Когда это все будут? Пакеты целлофановые, ведь они годами. Мне кажется, это даже со стороны нечеловечества получается. Гадить на той территории, где вы работаете, нам здесь жить. Нам удалось связаться с руководителем этого мясокомбината. В телефонном разговоре он отметил, что свалка не могла образоваться в результате деятельности предприятия, поскольку на протяжении последних шести месяцев оно не работает. Вы отрицаете, что мусор выбросили вы за стены предприятия? Несмотря на то, что на этой площадке мусорных пакетов, резиновых перчаток, сожженных бытовых отходов и костей животных практически не осталось, пробы почвы могут показать, какой урон уже причинен окружающей среде. А это уже не мусорные пакеты. В них производится отбор почвенных проб для дальнейших исследований в лаборатории. Представители Россельхознадзора взяли пробы почвы в нескольких местах, на прилегающей территории к мясокомбинату. Стоит сказать, что ущерб может выразиться в денежном эквиваленте. И пока вопрос о том, кто виноват в этой экологической катастрофе, остается открытым. Однако год назад данное предприятие уже привлекалось к административной ответственности. Кроме того, был еще рассчитан ущерб и предъявлена в настоящее время уже претензия к ОТПК «Синергия» провести рекультивацию нарушенной части вот этого земельного участка. В тот раз здесь произошла авария, и неочищенные воды с предприятия попали на прилегающую территорию. Как раз на то место, где в этом году образовалась свалка отходов. Взыскать ущерб с мясокомбината, который составил порядка миллиона рублей, до сих пор не удается. Ущерб возместили, который год назад был вам установлен? Это невозможно сделать, когда предприятие не работает. Тем не менее, с октября прошлого года мясокомбинат продолжал функционировать. Представители Россельхознадзора подтвердили, что в 2016-м свалки мусора здесь не было. Остается вопрос, как оказались у стен скотобойни сожженные рога и копыта спустя год. В скором времени станут известны результаты проб, и о дальнейшем развитии ситуации мы расскажем в следующих выпусках новостей. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В Рязани появились эко-баки. Специальные контейнеры предназначены для сбора пластиковых отходов. Три бака установили во дворах города, один из которых на улице Радищева. Пластик является одним из самых опасных и токсичных видов отходов. Стоит сказать, что в цивилизованных странах раздельный сбор мусора – образ жизни. А в Рязани пока лишь настоящее новшество. Из пластиковой бутылочки мы выпускаем весь воздух. Это делается для того, чтобы объем вместительности ящика был значительно больше. И выбрасываем. То есть смятая бутылка, если обратите внимание, 5 маленьких бутылок – это одна наполненная бутылочка. Высочайший визит. Рязань посетила княгиня Мария Романова, представительница императорского дома. За дни визита она осмотрела Рязанский Кремль, побывала в Константинове, провела пресс-конференцию, а также приняла участие в открытии мемориальной доски на здании вокзала Рязань-1 в память о посещении Рязани императором Николаем II. Он посещал Рязанскую губернию четыре раза – в 1903, дважды в 1904 и в 1914 годах. В ходе визитов царь общался с церковными деятелями, посещал храмы, госпитали, где встречался с ранеными солдатами. Исторические подтверждения посещения Николаем II Рязанем были опубликованы в местных газетах. Цель – познакомиться с вашим краем. Давно мечтала именно этот край, куда столько добрых людей отдали всю свою жизнь, свою родину. Коммунальная квартира – это не только строчки из известной песни, но и реальность некоторых рязанцев. Практически в центре города, в полуразрушенном доме, живут десятки семей. Они исправно платят по счетам, но рискуют оказаться под завалами собственных крыш. Анна Герцовская продолжит. Северный переулок 6. Этот дом был построен 60 лет назад, как общежитие одного из предприятий. Некоторые граждане живут здесь на протяжении всего этого времени. Сейчас это общежитие с общей кухней и туалетами, где живут в том числе маленькие дети и пожилые граждане. Я здесь живу с первого класса, с 8 лет, а сейчас у меня 65. Вот сколько я здесь живу. Сначала-то было хорошо. У нас внизу был душ, мужской и женской. А потом все это душ сломали и сделали там кладовки. Одна кладовка на нижний этаж, одна на наш. Решение о переоборудовании помещений здесь принимает управляющая организация. Однако ЖЭУ не заботится о том, чтобы обеспечить жителей достойными условиями к проживанию. Однажды здесь, в общем мужском туалете, произошел прорыв воды. И представители аварийной службы не придумали ничего лучше, как поставить заглушку на трубу, поскольку в этом доме невозможно перекрыть воду. На дворе 21 век, а жители этого дома пользуются вот такими туалетами. Причем слив у них не работает. Вместо этого используются ведра с водой. Кроме того, в доме отсутствует душ. И люди вынуждены мыться вот в таких вот корытах, в собственных квартирах. Нагреть воду на кухне и помыться в небольшой комнате, которая по сути и является квартирой, привычное дело для жильцов этого общежития. Однако за свои маленькие жилплощади они исправно платят. Каждый месяц вот плачу по 6 тысяч. Да. Кроме того, граждане платят и за капитальный ремонт. Но даже текущие проблемы представители ЖЭУ устранить не пытаются. Вода на общей кухне течет из кранов днем и ночью. Открутится? Не закрутится уже. И это то же самое. Но мы не можем здесь конструкцию поменять, потому что вода не перекрывается. Жители готовы поменять оборудование самостоятельно. Но, по их словам, в ЖЭУ дают один и тот же ответ. В доме перекрыть воду для замены кранов невозможно. Та же самая проблема касается батареи. Люди не могут поставить новые секции и вынуждены постоянно латать старые трубы. Здесь регулярно появляются новые хомуты, свищи, пачкаются стены и занавески в квартирах. Люди признаются, что ремонтировать этот дом своими силами они уже не могут и не хотят. Поскольку каждый день их ждут новые сюрпризы. То отвалится кусок от потолка, то начинает прогибаться пол. Единственный плюс этого дома – здесь тепло. Разобраться в ситуации мы отправились в ЖЭУ номер 18, которая расположена в нескольких метрах от злосчастного дома. Там переселение в рамках городской программы, застройки. Там будет переселение? Там строится, они ждут. Там рядышком, там семерная, два, уже выселены. Он первый его выселит. Следующая она. А то они мне просто сказали, что нас не переселяют. Переселят. Ну все, а то там даже и душа нет. Застройщик уже всю информацию по ним имеет. Какие квартиры не приватизированы, они приватизировали их. То есть полностью подготовка идет. Жильцы дома говорят, что о переселении ничего не знают. А по словам представителей ЖЭУ, люди переедут в строящийся рядом дом. Так или иначе, он еще не скоро будет введен в эксплуатацию. И пока представители ЖЭУ не занимаются текущим ремонтом старого дома, жители так и продолжат пользоваться туалетом с помощью ведра, а по ночам слушать звук, текущий под напором воды с кухни. Для уточнения информации по расселению этого дома редакция нашей телекомпании отправила запрос в администрацию города Рязани. О результатах мы сообщим телезрителям в следующих выпусках новостей. Анна Герцовская, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Рязань планирует войти в состав Золотого кольца России. Древнему городу есть чем удивить туристов. Но одновременно с этим здесь регулярно избавляются от исторических памятников. Сегодня многие из них остались лишь на фотографиях, а оставшиеся разрушаются буквально на глазах. Настоящую Рязань пытается найти фотограф Александр Синицын. Молодой человек отыскал в архивах города множество старых снимков и совместил их с современностью. Это будет настоящая коллекция из более сотни фотографий. Пока же в ней всего 35 снимков. На них сложно узнать как центр города, так и спальные районы. Та же песочная, то как она застраивалась, то есть это были голые поля. И вот эти вот фотографии периодов 70-х, 80-х годов, это очень интересно. Но, естественно, исторический центр города, потому что у нас очень многое утеряно. Эта фотография начала 20-го века. На ней укладывают брусчатку на современной площади Ленина. В то время она называлась Хлебной и была настоящим бульваром. Здесь гуляли и ходили за покупками. Здание с арками – это как раз продолжение тех самых рядов. Но если сейчас осталось только два длинных ряда параллельно друг к другу, вот по Краснорядской, то было четыре маленьких, еще перпендикулярных. Вот это вот вид на Первомайку. То есть вот здесь, на этом месте как раз стояли вот эти вот ряды. Перестраивать площадь начали в 50-х годах. Изменения коснулись и других зданий. Так двухэтажная гостиница Морозова превратилась в современную гостиницу Москва. Причины такой перемены до сих пор понять сложно. Можно предположить, что новое здание должно было стать более вместительным. Напротив гостиницы располагался магазин Гляссена. Это фотография из газеты «Рязанская жизнь», насколько я помню, 1912 года. И, кстати, эту газету все могут спокойно, свободно посмотреть в архиве Рязанского Кремля и, я думаю, найти вот это вот изображение. Это одно из немногих зданий, которое осталось нетронутым. Изменился лишь фасад и направление деятельности. Другим памятникам архитектуры в Рязани повезло меньше. Жемчужины города рискуют просто исчезнуть. Так время и мародеры коснулись Дашковской богодельни. Чтобы компенсировать ущерб, нужно устранить последствия пожаров и вернуть украденную чугунную лестницу. Разрушается прямо на глазах дом Херасковых, уникальный для России, памятник деревянного ампира. А в мае снесли дом купца коровки. На его месте администрация города планировала разбить сквер. Однако на днях стало известно, что вместо памятника 19 века город украсит эко-парковка. Почему бы вообще не сравнивать то, что было, то, что есть, и не предлагать что-то новое? Потому что подобный фотопроект, мне кажется, это переосмысление взгляда на город. И почему бы, если мы не переосмысляем, не начинать и предлагать планы по реставрации, по благоустройству? Присоединиться к проекту и напомнить рязанцам о том богатстве, которым они владеют, может каждый желающий. Для этого достаточно найти в интернете или в областном архиве старинные фотографии и попробовать отыскать места, где они были сделаны. Галина Ершова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Электронные рецепты, дистанционное лечение и консультации. В январе в России вступит в силу закон о телемедицине. В Рязанской области она уже доказала свою эффективность. Электронные рецепты, дистанционное лечение и консультации. В январе в России вступит в силу закон о телемедицине. В Рязанской области она уже доказала свою эффективность. Телемедицина позволяет врачам из районов получать консультации специалистов рязанского кардиодиспансера. Каждое утро сосудистые центры выходят на связь и докладывают обстановку. Сегодня на связи с Капин. Очень много за последние три дня уступило с остро-коронарным синдромом с подъемом сегмента СТ. Все в основном работающие мужчины. Общение с нашими специалистами повышает грамотность врачей в первичных сосудистых отделениях. И все это, конечно, в комплексе работает на здоровье наших пациентов. Кроме этого, рязанский кардиодиспансер имеет постоянную онлайн-связь с федеральными центрами. Общение до этого отнимало гораздо больше времени. Порой такое ценное для пациентов. Ведь, как известно, болезни сердца отлагательства не терпят. Важен каждый час. С введением вот этих вот заочных консультаций, когда мы имеем возможность сразу бросить им все документы, они присылают нам либо вызов пациентам. Вот мы сколько экстренных отправили. У нас даже экстренную помощь стали оказывать в федеральных центрах. Мы очень много отвозим на санавиации туда. За время, что внедрена телемедицина, пациентов, получивших высокотехнологичную помощь, стало гораздо больше. За прошлый год более 250 рязанцев прошли лечение в федеральных центрах. И около тысячи поступили на операции в кардиодиспансер из районов. Алена Куколева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». И напоследок. На популярном портале по поиску работы размещена вакансия президента России. В объявлении указывается, что зарплата будет назначена под договоренности. Опыт работы не требуется, но необходимы. Активная жизненная позиция и патриотизм. Требуемый возраст – от 35 лет. А полы образования, как указано в вакансии, значения не имеют. Среди должностных обязанностей для соискателя на пост президента страны называются, в частности, назначения выборов Госдумы, преодоление кризисов, принятие решения о назначении референдума и подписание федеральных законов. И на этом у меня все. Я напомню, что все новости вы также можете смотреть на нашем сайте город62.тв. Мы прощаемся с вами до понедельника. Желаем вам отличных выходных. Редактор субтитров А.Семкин